У нас есть окружность, и в этой окружности имеется какой-то четырехугольник вписанный, причем его сторона равна сумме длин отрезков А, Б и С, Д. Вы знаете, было так, если есть окружность центром на А, Д, которая касается трех, то в таком случае А, Д равно А, Б плюс С, Д. А вот сейчас наоборот. Дано, что А, Д это А, Б плюс С, Д, а нужно доказать такую штуку. Если проведем бисектрису угла В и бисектрису угла С, то они пересекутся не где-нибудь, а именно на отрезке А, Д. И тогда, когда мы проведем окружность, она коснется всех трех. Ну, потому что если бисектрисе, значит, я эти стороны одинаково, постоянное бисектрисе, значит, одинаково, постоянное окружность. Каким образом это доказывать? Оказывается, построение очень красивое. Мы берем вот этот отрезок и откладываем его, пока ничего не говорили, ни о каких бисектрисов, и откладываем его здесь. Значит, берем некоторую точку М с таким условием, а М равняет. Если вы проведете, то есть чертеж проведете, вы обнаружите, что, в общем, скорее всего, бисектрисе не пройдет через точку М. Но можно описать окружность вокруг треугольника БМЦ. У любого треугольника существует написанная окружность. И она, может быть, коснется, а, может быть, пересечет прямую адрель. Вот давайте вторую точку пересечения, но в точке косметодная точка обозначим буквы М. Смотрите, что у нас в таком случае возникает. У нас возникает вписанный четырехугольник. И наша с вами цель сейчас доказать равенство вот этих уков. Давайте видите, давайте думать. Вообще-то у нас отрезок АД равнялся сумме этих двух отрезков. Значит, отрезок МД – это ничто иное, как СД. Ну, потому что сумма АВ и СД – это был вот этот отрезок. АВ отложили, значит, соответственно, СД отложили. Давайте я это покажу. Вот этот вот отрезок равен вот этому. Это понятно? Понятно. Отлично. Теперь давайте посмотрим. Вот что это за угол? НБС. Это угол вписанного треугольника. Значит, он в сумме с углом НМС до 180 градусов. И значит, он равен вот этому. Согласны? Отлично. А здесь равнобедренный треугольник. Значит, на самом деле у нас вот такой УДОТ тоже. Тоже равен, потому что здесь равнобедренный треугольник. И вот теперь кто бы мне объяснил, почему угол АВН – это такой же. Смотрите, сумма углов АВС и АДС – 180 градусов. Да. Сумма углов СМД, ну то есть при основании равнобедренного треугольника СДМ и его вершине – это тоже 180 градусов. У нас есть треугольник. В нем сумма 180. И сумма углов АВС и СДА тоже 180. В одном случае к углу Д добавляется вот этот вот угол В, в другом случае к нему добавляются эти два угла. Отлично. Значит, мы доказали равенство этих углов. Значит, точка Н лежит на биссектрисе угла АВН. Хорошо. Ну, надеюсь, вы даже все понимаете, да? Если здесь соединить с точкой С, точно так же рассмотреть вот этот вот угол. Проведите прямой БМ, отрезок БМ. БМ? Пожалуйста. И отметьте равенство. Вот этот угол опирается на нему БМ, и этот угол тоже опирается на нему БМ. Значит, они равны. Отлично. А теперь здесь у нас равноведренный треугольник. Правильно? Значит, вот эти равны. Договорились? Договорились. Так. И теперь надо опять то, что нам уже говорили как-то. Что есть треугольник. У него сумма 180. Это угол А и вот эти вот два угла помещенных с двумя душами, да? Вот. А здесь напротив угла А лежит такая штука. Значит, действительно...